Девушки отдыхают О, сейчас придёт Василиса, будем повторять прошлый урок Ну, откуда ты знаешь? Так повторение мать учения Василиса так говорит Но Василиса на каждом уроке рассказывает нам что-то новое И сегодня мы тоже узнаем какое-нибудь новое правило русского языка Или новую часть речи Так мы все части речи-то уже знаем, так что сегодня будем повторять Нет, не будем А спорим, что будем? Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Василиса! А о чём это вы тут спорите? Да я говорю, что мы сегодня будем повторять старое, а вот шуня А я говорю, что ты обязательно расскажешь нам что-нибудь новое Не спорьте, сегодня мы успеем и то, и другое На прошлых уроках я познакомила вас с основными частями речи И сейчас мы проверим, как вы их усвоили Ой, Василиса, какой у тебя красивый цветочек Попробуйте рассказать об этом цветке с помощью разных частей речи Начнём с самого цветка Цветок это... Имя существительное Отвечает на вопрос «что?» Верно А теперь подберите прилагательное Какой цветок? Веснушка Красивый Душистый Теперь глагол Что цветок делает? Да ничего цветок не делает, просто стоит вазе и всё А, глагол стоит Хорошо, теперь числительное Хе-хе, это просто Сколько у нас цветков? Один Молодцы, а местоимение? Можно сказать «этот цветок» Местоимение «этот» Отлично Вы рассказали про цветок, вспомнив все основные части речи Подождите, подождите Цветок же не просто так стоит, а в вазе? Да И ваза тоже существительная Правильно А что такое «в»? Что-что, известно, что буква «в» На маленькую одинокую букву можно и внимания не обращать Ну да, это же не части речи А вот тут вы ошибаетесь, друзья мои «в» тоже часть речи Хотя это маленькая одинокая буква И называется эта часть речи «предлог» Предлог? Да Предлоги ещё называют служебными словами Они всегда стоят рядом с существительным, местоимением или числительным И без предлогов нам никак не обойтись А почему это не обойтись? Ну а как ты скажешь, что цветок стоит в вазе без «в»? Цветок стоит в вазе Как-то не получается Ну вот, с предлогом «в» вы уже познакомились Посмотрите, какие ещё бывают предлоги «На столе» предлог «на» «У доски» предлог «у» «Под мостом» предлог «под» «С нами» предлог «с» «Без вас» предлог «без» «К реке» Предлог «к» Ух ты, как их много-то, этих предлогов И это ещё не всё Не всё? Ну как же их запомнить? А их не надо запоминать Они сами о себе напомнят Ведь без них никак не обойтись Ни в устной речи, ни на письме Вот скажите, где мы сейчас с вами находимся? Ну, в классе находимся На уроке Веснушка, скажи, а где лежит тетрадка? На парке Коксик, а с кем ты рядом сидишь? Э-э-э, с Шуней Видите, хоть предлог и маленькая Служебная часть речи Но очень нужная Главное запомнить Что предлоги всегда пишутся Отдельно от слов, с которыми рядом стоят А сейчас я предлагаю вам Отправиться в путешествие Ой, путешествовать хорошо Надеюсь, оно поможет вам понять Как необходим в русской речи предлог Посмотрите на этот цветок И представьте, что он волшебный Я уже представила Он растет далеко за горами За лесами, за реками И нам его нужно отыскать О-о-о, отыщем Ну, хорошо, тогда в путь Сначала мы спустимся с горы А потом пролезем под мостом Пройдем через поселок Пролетим на вертолете над лесом Спустимся к реке Спустимся к реке Проплывем по ней И найдем цветок Молодцы, с таким трудным заданием справились А в путешествии нам помогли предлоги Предлог нам помог спуститься с горы Пролезть под мостом Пройти через горы Над лесом взлететь Проплыть по реке И в дом возвратиться С цветком в рюкзаке Ну вот, путешествие закончилось Закончился наш урок И нам пришла пора прощаться До новых встреч на уроках русского языка